Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас вы видите на своих экранах методику Розенцвейга. Иногда ее называют методикой фрустрации Розенцвейга или же просто Розенцвейг. Методика состоит из 24 картинок и смысл заключается в следующем. Можно оценить человека по трем основным фрустрационным реакциям. Другими словами, существуют три способа реагирования у человека на любую ситуацию, с которой бы он не столкнулся в своей жизни. Их три. Первый способ реакции это интрапунитивный, на себя направленный. Второй способ реакции это экстрапунитивный, вовне направленный с элементами агрессии. И наконец второй, вернее третий способ реагирования это инпунитивный способ реагирования, когда у человека отсутствует какая-либо реакция, вернее препятствий им не замечается. Ничего другого пока в науке не придумано. Я прошу прощения, буду повторяться в этом видео. Видео будет достаточно длинным, я так предполагаю. Если кому-то не интересно, можно промотать до конца и уже узнать о заключительном этапе этого тестирования. В данном случае я хочу рассказать о реальном случае обследования у юной особы, 19 лет от роду. Условно будем ее называть не Анна О. Привет от дедушки Фрейда, был у него такой пациент. В общем-то со случая Анны О начался психоанализ у Фрейда, если быть точным. Ну давайте начнем. Итак, юная особа, возраст 19 лет, прошла у нас обследование в лаборатории не по одной методике, но и в том числе по методике Розенцвейга, по тесту фрустрации Розенцвейга. Это ее запись реальная, то есть вот она предлагался и стандартный вариант этой методики, 24 картинки. И соответственно на каждую предлагалось ответить какой-либо фразой. Ну предположим, вот этот человек, да, мне очень жаль, что мы забрызгали ваш костюм, хотя так старались объехать лужу. Соответственно, как в комиксах в американских, да, необходимо дописать что-то вот в этом поле. Берется просто белый лист бумаги, дается испытуемому, и он записывает. Вот экспериментатор внимательно слушает его объяснение, ну и параллельно ведется запись. Самим испытуемым пишется на листочке, он записывает свой ответ. Повторюсь, что здесь, смотрите, интропунитивная реакция. Человек, предположим, может сказать, это я виноват, я слишком близко шел к краю проезжей части, дороги, и соответственно, это моя вина, что вы меня забрызгали. На себя направленная реакция, интропунитивная. Интро от слова внутрь, себя, на себя. Соответственно, человек может схватить, значит, я не знаю, там камень, выхватить нож и броситься вот на этого человека, сидящего в машине, со словами, предположим, ах ты сволочь такая, как ты могла, почему тебя ездить не научили, и так далее, и так далее, и так далее. Заметьте, заметьте, это экстрапунитивная реакция, вовне направленная с элементами агрессии. Ну, или же, третий тип реакции, инпунитивный, имеется в виду, что человек произносит примерно следующее. Да, ничего страшного, но обрызгали и обрызгали. Другими словами, препятствие не замечается, проблемы как бы нет. Она есть, но человек находится в таком состоянии, так он привык реагировать, и, соответственно, реагирует никак, если так вот выражаться современным языком, никак не реагирует, не замечает это самое препятствие. Инпунитивный способ реагирования. И давайте посмотрим, что вот эта юная леди ответила на эту первую карточку. Написала она следующее. Ваши старания не оправдали надежду. Прошу впредь ездить как можно аккуратнее. В этом случае мы видим некое внешне агрессивное поведение. То есть не я виноват, ничего страшного, а именно экстрапунитивный тип реагирования. Указание идет с элементами агрессии. Прошу впредь ездить как можно аккуратнее. То есть такая вот вербальная высказанная агрессия. Мы шифруем этот показатель как экстрапунитивный тип реагирования. По первой фразе. Идем дальше. Вторая фотография. Вторая карточка стимульного материала. Ситуация это ужасно. Вы разбили любимую вазу моей матери. Смотрим. Ответ испытуемый. Это не страшно. Я подарю вам новую. Такой вариант ответов. Незамечание проблемы как таковой. Присутствует тут. В большей степени эту реакцию можно расценить как интрапунитивную. То есть ответственность за эту ситуацию берет на себя человек. Ну одновременно фраза значит попытка не заметить эту ситуацию это не страшно. То есть это инпунитивный способ реагирования. Я подарю вам новую. Интрапунитивный способ реагирования. Соответственно 0,5 мы отдаем в раздел инпунитивного реагирования. И единицу мы отдаем в я подарю вам новую. То есть человек предлагает самостоятельно признавая вину разрешить вот эту самую ситуацию фрустрации. Видимо тут пришел он в гости разбил эту вазу. И соответственно ответная реакция она 0,5 от единицы. Это повторюсь инпунитивная. И соответственно единица интрапунитивная реакция. Идем дальше. Следующий материал. Стимульный материал. Третья картинка. Вам же не видно экрана. Соответственно что нам ответила девушка 19 лет на этот вариант. Ничего страшного я послушаю. А вообще я неохотно пришел на премьеру. Так что у меня не особый интерес к просмотру. Ладно не важно. Давайте не будем мешать остальным шепотом. Яркий выраженный пример инпунитивного реагирования. Ситуация фрустрации не замечается. Единичку шифруем как ставим раздел инпунитивных реакций. Далее четвертая карточка стимульного материала. Как обидно что моя машина сломалась и вы из-за этого опоздали на поезд. Ситуация препятствия. Видимо кто-то кого-то подвозил. И вот эта девочка 19 лет отвечает следующим образом. Дождусь следующего. Я вам посоветую позвонить по следующему номеру. Это мой знакомый механик. Он сейчас свободен. Позвоните. Приедет. Разберется на месте. Соответственно вариант однозначно трактоваться не может. Здесь мы выделяем значит интрапунитивный тип реагирования. Он как бы берет ответственность за сложившуюся ситуацию на себя. И одновременно экстрапунитивный. То есть с указанием действия необходимо поехать к такому-то механику. Взять этот номер телефона. Решить вам эту проблему. То есть мы шифруем этот результат как 0,5 в интрапунитивном стиле ответа. И соответственно 0,5 в экстрапунитивном стиле ответов. Они разделены примерно поровну. Вот этот вариант на стимульный материал номер 4. Идем дальше. Пятая карточка. Вот уже третий раз я прихожу к вам с этими часами. Я их купила всего неделю назад. Но как только приношу их домой, они останавливаются. Соответственно проблема препятствия, фрустрации, напряжение у человека присутствует. И девушка реагирует следующим образом. А где они работают безостановочно? Возможно рядом с домом специфическое магнитное поле. Поэтому они не ходят. Однозначно присутствует ситуация попытка отреагировать с неким юмором. Где-то на грани между юмора и сарказма по этому поводу. И соответственно это не часто встречается. Но встречается иногда. И никаких сомнений не вызывает, что тут конечно экстрапунитивный тип реагирования. Обовне направленный. То есть реакция с фиксацией на препятствия и попыткой как-то воздействовать на человека с его, ну как бы не указующими какими-то действиями, а такими с элементами. А где они работают безостановочно? С элементами агрессии. И некий элемент юмора. Может быть юмор в этом случае выступает как некий защитный механизм. А может быть все-таки это действительно тоже внешне агрессивная реакция. Не аутоагрессивная на себя направленная. Однозначно это внешне агрессивная реакция. Шифруем как экстрапунитивный тип реагирования. Идем дальше. Шестая картинка. Согласно библиотечным правилам вы можете брать одновременно только две книги. Испытуемая отвечает следующим образом. Но мне так срочно нужен целый сборник рассказов. Неужели нет альтернативного варианта решения проблемы? Решение фрустрирующей ситуации перекладывается на другое лицо, на контактера. Однозначно экстрапунитивный тип реагирования. Вовне направленное. Решение проблемы возлагается на другого человека. Экстрапунитивное реагирование. Идем следующее. Седьмая карточка методики Розенцвейга. Не слишком ли вы шумите? Видимо дело происходит где-то в кафе, в ресторане. И видимо официант подходит к этому человеку и задает ему такой вот вопрос. Соответственно юная девушка 19 лет отвечает. А что я сделал? Однозначно 100% экстрапунитивный тип реагирования с попыткой разрешить и вообще дать ответ на поставленный вопрос самому себе. В данном случае официанту. Соответственно с элементами агрессии. Седьмой ответ. Шифруем как экстрапунитивный тип реагирования. Идем дальше. Восьмая картинка. Твоя подруга пригласила меня сегодня вечером на танцы. Она сказала, что ты не пойдешь. Восьмой вариант. Соответственно. Хм. А мне помнится, что я такого не говорил ей. Соответственно проблема возлагается и на самого человека, на самого себя. Присутствует интрапунитивный тип реагирования. И одновременно присутствует экстрапунитивный тип реагирования. Защитная реакция с переадресацией проблемы на другого человека. Мы шифруем 0,5 интрапунитивно и 0,5 экстрапунитивно. Идем дальше. Девятый. Стимулим материал. Я понимаю, что вам нужен ваш плащ. Однако вы должны подождать до обеда, пока не придет заведующий. Вот такая вот ситуация. Химчистка. И видимо заказчик чистки. Тут даже не стоит задумываться. Однозначно это экстрапунитивный будет дан вариант ответов. Тут очень сильно это все стимулируется. Прореагирует ли человек экстрапунитивно. Давайте посмотрим. Долго мне ждать. У меня свои дела. Я тороплюсь. А на улице проливной дождь. Как мне быть? У вас есть зонт? Можно одолжить. Однозначно. Экстрапунитивный тип реагирования. Проблема должна быть решена за счет другого лица. С элементами такой внешней агрессии. Есть зонт? Можно одолжить. Несомненно экстрапунитивный тип реагирования. Эндекшн. Десятая картинка. Вы лжец. Вы сами это знаете. Как реагирует девушка. В чем я провинился перед вами. Перед вашим партнером. Объясните. И мы решим вопрос. Соответственно человек принимает ответственность на себя в этой ситуации. Давайте вернемся к картинке. Человек принимает решение на себя. Интрапунитивный способ реагирования. На себя направленный. Одиннадцатое. Простите пожалуйста. Значит нас неправильно соединили. Видимо звонок ночью. Человек спит. Кто-то звонит. Он берет трубку. И раздраженным голосом. Или не раздраженным голосом я предполагаю. Должен на это ответить. Посмотрим как это выглядит у пациента. До свидания. До свидания. Препятствие. Интересно. Очень интересный случай. Препятствие не замечается. До свидания отвечает этот человек. То есть фиксации на препятствии не происходит. Соответственно инпунитивный тип реагирования. Не интрапунитивный. Не экстрапунитивный. Вовненаправленный. Казалось бы вполне реально как-то разозлиться что-ли по меньшей мере. Но для меня в этой ситуации. А тут человек просто вежливо отвечает там в три ночи. До свидания. Инпунитивный способ реагирования. Фрустрация не замечается. Идем дальше. Двенадцатая картинка стимульного материала. Если это не твоя шляпа. То вероятно Петров по ошибке взял ее. А свою оставил здесь. Смотрим реакцию. Реакцию. При следующей встрече обменяемся. Удивительно. Опять же инпунитивный способ реагирования. Возвращаемся к стимульному материалу. Инпунитивный способ реагирования. Препятствия не замечаются. Ответственность ни на себя, ни на другого не возлагается. И соответственно инпунитивный способ реагирования. Тринадцатая картинка. Я не могу сейчас вас принять. Хотя вчера мы об этом условились. Видимо ситуация какого-то приема. Посетитель. И соответственно посмотрим реакцию. Это несправедливо. Об отмене встречи сообщают за сутки. Это несправедливо. Об отмене встречи сообщают за сутки. Вопросов нет. Экстрапунитивный способ реагирования. Во вненаправленная реакция с элементами агрессии. Это несправедливо. То есть обвинительный момент присутствует однозначно. Об отмене встречи сообщают за сутки. Некий указующий момент раздраженного человека. Что надо было делать так, а не эдак. И соответственно экстрапунитивный тип реагирования выдает юная леди. Молодая особа 19 лет от роду. Она должна быть здесь уже 10 минут назад. 14 картинка стимульного материала. Видимо две дамы. Кого-то ждут третью. И соответственно смотрим реакцию. Как прореагирует девушка. Она должна была быть здесь уже 10 минут назад. Сообщает одна девушка. Другой. И соответственно ответ. Может что-то случилось. Надо позвонить. Я волнуюсь. Интрапунитивный способ реагирования. Может что-то случилось. Надо позвонить. Я волнуюсь. Человек берет ответственность на себя. За фрустрирующую ситуацию. Возвращаемся к этой ситуации. То есть вот этот человек. Отвечающий на фразу вот этого человека. Это молодая девушка. Берет ответственность за решение этой ситуации на себя. И переживает по этому поводу. Фиксируется на препятствии. Я волнуюсь. Сообщает она. Пятнадцатая картинка. Я понимаю, что подвожу тебя. Но приехать я не смогу. Смотрим. Я понимаю, что подвожу тебя. Но приехать я не смогу. Ответ. Хорошо. Сделаю все сам. Я позвоню. Как освобожусь. Интропунитивный способ реагирования. Ответственность за сложившуюся ситуацию берет на себя сам человек. Хорошо. Я сделаю все сам. И перезвоню. Если что. Интропунитивный способ реагирования. Идем дальше. Ситуация дорожная. Сейчас обычно за такую ситуацию морду бьют. А раньше люди были более воспитаны. Вы не имели никакого права меня обгонять. Шестнадцатая. Картинка стимулированного материала. И посмотрим. Был ли я прав. Шестнадцатая. Вы стояли под стрелкой. А поехали прямо. А я поворачивал. Это вы нарушили. Однозначно экстропунитивный способ реагирования. С ситуацией фиксации на препятствия. И соответственно указующим моментом с элементами агрессии. Экстропунитивный способ реагирования человека на ситуацию фрустрации. На ситуацию препятствия. Если выражаться по-русски. Вы стояли под стрелкой. А поехали прямо. А я поворачивал. Это вы нарушили. Да. Никаких сомнений не возникает. Что это экстропунитивный способ реагирования. Переходим к следующей записи. Семнадцатая картинка. Откроем ее. И читаем следующее. Как нарочно. Теперь ты потерял ключи. Ну видимо супруги. Может не супруги. Не знаю. Каждый по-своему. Люди иногда путают. Какие-то гендерные различия. Там еще как-то. Жизнь достаточно непредсказуемая. Как нарочно. Теперь ты потерял ключи. Смотрим как прореагировала испытуемая. Извини дорогая. Я стал такой рассеянный. Что мы видим? Извини дорогая. Я стал такой рассеянный. Несомненно. Интропунитивная реакция. Человек принимает вину за сложившуюся ситуацию. На себя. Он извиняется и оправдывается. Интропунитивная реакция. Фиксация происходит на ситуации. И соответственно интропунитивный способ реагирования. Испытуемый самой на себя. Восемнадцатая картинка. Напомню. Всего 24. Мне очень жаль. Но мы как раз продали последний экземпляр. Видимо человек приходит куда-то в контору. В магазин. Может быть книжный. Вот у меня почему-то такая ассоциация. Не важно. И соответственно готов что-то приобрести. Мне очень жаль. Но мы как раз продали последний экземпляр. Препятствие возникло перед этим человеком. И наш пациент. Он реагирует на это следующим образом. Ах как жаль. Так хотел. А нет. Вот оно. Так. Это у нас что получается. Картинка номер. Восемнадцать. Восемнадцатая. Ах как жаль. Так хотел попасть на спектакль. А когда следующая премьера. Ага. Значит у нас тут получается. Человек хотел попасть на какую-то премьеру. Спектакля. Мюзикла. И так далее. Мы как раз продали последний экземпляр. Театр. То есть у человека тут театр. И соответственно. Неопределенность. Мне очень жаль. Но мы как раз продали последний экземпляр. Восемнадцатая картинка. И ответ. Ах как жаль. Ситуация. Препятствие. Признается человеком. Хотел попасть на спектакль. И когда следующая премьера. Вот это завершение фразы. Некий такой экстра паунитивный тип реагирования. Попытка разрешить ситуацию. За счет другого человека. Без ярко выраженной агрессии. Агрессии как таковой нет. Но. Ситуация препятствия. Предлагается разрешиться. Предлагается. Испытуемый. Разрешиться. За счет другого человека. Экстра паунитивный. Шифруем. 0,5. Это. Интра паунитивный способ реагирования. Сожаление. По этому поводу. И фиксация на препятствии. И 0,5. Это. Экстра паунитивный способ реагирования. Без. Ярко выраженной. Агрессивной реакции. Идем дальше. 0,5. 0,5. Интра паунитивное. Экстра паунитивное. Удивительное сочетание. В одной фразе. И того и другого. Но. Вполне естественное. Нормальное. Так скажем. Следующая ситуация. Стимульный материал. Номер 19. Что вы собственно думаете. Проезжая мимо школы. Со скоростью 80 км в час. 19 картинка. И посмотрим. Как прореагирует юная особа. На эту ситуацию. Я торопился. У меня жена рожает. Поймите меня правильно. Вопросов нет. Интра паунитивная. Интра паунитивная реакция. На фрустрацию. Человек берет ответственность на себя. За значимое событие в его жизни. И реагирует. Интра паунитивно. На себя направленная реакция. Идем дальше. 20 картинка. Я бы хотела знать. Почему она нас не пригласила. Достаточно плохо структурированная карточка. Непонятно что здесь происходит. Люди выстраивают самые разные концепции. Я имею ввиду пациенты. Выстраивают вероятность вот этих событий. Сложная карточка для понимания, осознания и так далее. Как к ней отнестись. Посмотрим как это сделала девушка. Как же она прореагировала на ситуацию препятствия. 20. Скорее она хотела свидание, а не дружескую встречу. Ее можно понять. Ситуация препятствия не замечается. Инпунитивный способ реагирования. Ситуации препятствия как таковой в ответе испытуемой нет. Она отсутствует. 21 картинка. Заходим на второй десяток и поехали. С человеком которого вы обидели вчера случилось несчастье. И он теперь лежит в больнице. Сообщает одна дама другой даме. Посмотрим как прореагировала испытуемая. Значит 21 картинка. Извините пожалуйста. Я могу чем-то помочь. Хоть как-то посодействовать. Интропунитивный способ реагирования. На себя направленная реакция. Извините пожалуйста. Я могу чем-то помочь. Хоть как-то посодействовать. И человек отвечает интеропунитивным образом. На себя направленным. С фиксацией на препятствия. Идем дальше. 22 картинка. Вы не ушиблись? Здесь некая авария. Трагедия происходит. И смотрим как реагирует в этом случае юная особа. Нет, спасибо. Все в порядке. Ярко выраженная инпунитивная реакция. Ситуация препятствий не замечается. Нет, спасибо. Все в порядке. В ситуации проблемы как таковой этот человек упавший не видит. Инпунитивная реакция. Идем дальше. 23 картинка. Стимульного материала. Виден конец. Финишная прямая. Это тетя Наташа. Она просит нас немного подождать. Пока она не придет. И еще раз не пожелает нам доброго пути. Как реагирует испытуемая? Дорогая, скажи, чтобы не ехала. У нас все хорошо. Пусть не беспокоится. Тем более поезд скоро приедет. 23 картинка. Экстрапунитивный способ реагирования. Ситуация препятствия человеком признается. Она присутствует. И соответственно проблема должна быть решена за счет другого человека. Экстрапунитивная реакция. И переходим к завершающей. Картинки стимульного материала. 24. Надо сказать, что существует детский вариант методики фрустрации Розенцвейга. Но он в Российской Федерации не адаптирован. А вот российский вариант, взрослого варианта теста Розенцвейга, прекрасно себя показывает, отлично работает. Мы пользуемся им своей лабораторией. Супер методика. Плохо структурированный стимульный материал. Но ответы испытуемого четко можно просчитать, фиксировать. И давайте с 24 наконец разберемся. Вот ваша газета. Мне очень жаль, что ребенок ее порвал. Ну то есть видимо дверь какая-то и один человек сообщает о проблеме, которая присутствует. Посмотрим как прореагировала испытуемая. Да нет, можете выбросить. Она мне больше не нужна. Здорово. Ситуация препятствия этим человеком не замечается. Да нет, можете выбросить. Она мне больше не нужна. То есть препятствия вот для этого человека, оно не существует. Оно отсутствует как таковое. И соответственно мы шифруем это как импунитивный способ реагирования. Препятствия отсутствуют. Ну и надо сказать, что конечно мы уже посчитали количество общих ответов. Можно сказать следующее. 8,5 эта испытуемая получила интрапунитивных реакций. 9,5 она получила экстрапунитивных реакций. И соответственно 6,5 она получила инпунитивных реакций. На первом месте у нас оказываются реакции экстрапунитивные, внешне обвиняющие, агрессивные. В диапазоне 9,5. Мы получили максимальное количество по экстрапунитивным реакциям. Методика как я говорил уже абсолютно рабочая. И соответственно реакции экстрапунитивные присутствуют в большей степени нежели интрапунитивные. Если будут какие-то у вас вопросы под этим видео, прошу вас их задавайте. Можете написать мне на почту. Я отвечу на все ваши вопросы. Вот такая методика позволяющая в цифрах при плохо структурированном стимульном материале соответственно проанализировать, что же происходит в отношении человека, его отношение к окружающей действительности, к окружающим людям. Диапазон тот, который мы получили собственно 8,5 интрапунитивных и 9,5 экстрапунитивных реакций. Это тот диапазон, который говорит в целом об уравновешенности, равной представленности тех и других реакций человека, вот этой молодой юной девушки с высшим образованием. И это в общем-то является нормальным. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!